По предварительной информации, первое боестолкновение США с Россией в ночь с 7 на 8 февраля завершилось для агентов Москвы в Сирийской Республике катастрофическим и молниеносным разгромом. Массированная оборонительная атака со стороны американских стелс-истребителей, вертолетов, боевых дронов и артиллерии в течение нескольких минут привела к полной ликвидации бронеколоны ЧВК «Вагнер», пытавшейся поддержать наступление осадитов на нефтяные поля в Сирии, которые удерживают союзники США. Собрали значительное количество информации из открытых источников, СМИ, соцсетей и прочих ресурсов, где сообщаются подробности крупного боя американских военнослужащих против российского подразделения, обернувшегося для россиян, вероятно, самыми серьезными потерями личного состава за всю сирийскую кампанию, которую проводит Россия с сентября 2015 года. Сведения основываются в том числе на аудиопереговорах российских наемников. Российские наемники из частной военной компании «Вагнера» оказались в числе боевиков, ликвидированных американскими ВВС 7 февраля при попытке отбить у союзников США нефтяные поля. Об этом сообщают телеканал CBS со ссылкой на чиновника Минобороны США, а также многочисленные российские источники. Предварительно можно говорить о первом в Сирии эпизоде гибели российских солдат от ударов американских сил. Число погибших россиян оценивается свыше 200 человек. При этом такая информация, вероятно, опровергает заявление Москвы о том, что она не участвовала в этой операции сторонников режима Башара Асада. Очевидно, речь идет о так называемой ЧВК «Вагнера», которая действует на месторождениях полезных ископаемых в долине Ефрата, указывает со своей стороны волонтерская группа Conflict Intelligence Team в своем телеграм-канале. По данным источников Пентагона, истинной причиной столкновения стал контроль за одним из нефтяных месторождений в этом районе. В 2017 году Фонтанка сообщала о контракте между российской компанией «Европолис», аффилированной с ЧВК «Вагнера», и сирийскими властями об освобождении и последующей эксплуатации нефтегазовых ресурсов Сирии. На этот раз в Сирии случилось кое-что серьезное. В свою очередь Игорь Гиркин, командовавший российскими боевиками в Украине в 2014 году, подтвердил, что штурмовой отряд «Вагнера» действительно понес тяжелые потери в ходе оборонительной операции, которую провела проамериканская коалиция. Уничтожен пятый штурмовой отряд, бронегруппа и артиллерийское подразделение в районе населенного пункта Хишам, написал он в своем аккаунте ВКонтакте. «Одно практически полностью уничтожено, второе разгромлено в хлам», – писал Гиркин, указывая, что российские потери составили около 100 человек. Ранее он отметил, что вопреки официальным заявлениям Минобороны РФ о том, что официальных российских военных, все же под видом сирийцев, ударом американской авиации подверглись два тактических подразделения «Вагнера». Позднее появилось сообщение Гиркина о том, что противоречивые сведения о российских потерях постоянно изменяются в сторону увеличения. На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально сотни, несколько сотен, якобы аж за 600, 644, если точнее, и это только убитых. Ранее звучали цифры в 215-217-200, и еще сообщают, что неокончательно, много людей по сейчас числятся пропавшими без вести. Исключать вероятность таких потерь тоже нельзя, ведь бои продолжаются, и Плацдарм, который, мне это давно известно, с декабря месяца, был захвачен на восточном берегу Евфрата и контролировался именно вагнеровцами, теперь практически ликвидирован при массированной поддержке артиллерии и авиации США. Возможно, кроме указанной колонны досталось и другим подразделениям, пишет Гиркин, добавляя, что появляется все больше информации, что под раздачу вместе с наемниками попало и какое-то подразделение службы специальных операций Министерства обороны ССО. «При таких потерях замести мусор под ковер, а для кремлевских стратегов все люди мусор, полностью не получится, и пусть с опозданием, но масштаб катастрофы будет известен во всех подробностях», резюмирует Гиркин. О том, что на этот раз в Сирии случилось кое-что серьезное, говорится и на ресурсе «Телеграф». По данным автора Йош, в ночь с 7 на 8 февраля войска США уничтожили на пятую роту этих самых вагнеровцев, которые двигались с наступлением в сторону позиций сил коалиции. Как следует из заметки, американские войска применили вертолеты, артиллерию, а затем и авиацию для отражения нападения, устроенного российско-сирийским альянсом. Итог, почти вся пятая рота уничтожена, это больше 200 человек. Обстрел начали с вертолетов и артиллерии, потом уже в дело пошла пехота, говорится в материале издания. Отмечается, что в ходе операции американские дроны уничтожили артиллерию ЧВК «Вагнер», которая должна была прикрыть атакующую группу. Говорят, что там даже собирать нечего, потому что все начисто разбомбили. По данным источника Ежа, после этого инцидента из Сирии были эвакуированы около 150 раненых. Три борта – в Москву и два в Питер. В основном все осколочные, просто авиацией, артой прошлись. Пишет автор, подчеркивая, что прямого боестолкновения с американцами не было. Аудиопереговоры. Были пиндосы. Сначала артой накрыли. В сети появилась аудиозапись переговоров российских наемников, которые подтверждают большие потери в результате американской атаки. Расшифровку переговоров цитирует в том числе издание «Знак.ком», опуская при этом огромное количество ненормативной лексики, обильно присутствующей в диалоге. Были пиндосы, американцы. Сначала артой, артиллерией накрыли. Потом подняли четыре вертушки, вертолеты, и в карусель запустили из крупнокалиберных пулеметов. У наших, кроме автоматов, ничего не было. Вообще устроили там ад. Пиндосы конкретно и четко знали, что это мы идем, русские. Вот наши шли завод отжимать, а они на этом заводе сидели. Очень много пропавших без вести. Говорит голос на первой записи, отмечая, что сразу же погибли 200 человек в первой роте, 10 во второй и еще сколько-то в третьей. Брат, ну смотри, там 177 убитых, только пятая рота. Двойку практически не зацепило. Короче, пятерку всю уничтожили. Их раскатали там авиацией, вертушками, артиллерией, и курды с американцами на них поперли. У пацанов просто не было шансов. Пятерка легла почти вся, сообщается на второй записи. Третья запись свидетельствует, что российско-асадовские артиллерийские силы пытались атаковать американскую бронеколону, демонстративно поднявшую флаг США. Однако американские вертолеты оперативно нейтрализовали угрозу со стороны Вагнера, которые в итоге потеряли 215 убитыми. По его словам, вагнеровцы в колонну выстроились, не доехали до этих позиций метров 300-700. Он указал, что вперед пошел один из взводов, тогда как колонна стояла. Эти американский флаг подняли, и по ним арта начала жестко бить. А потом вертушки подлетели и начали громить всех. Сейчас парняга отзвонил в общей сложности 215 двухсотых. Вроде так. Короче, раскатали просто жестко. По данным четвертой записи, из техники говорит, уцелел один танк и один БРДМ, а все остальные танки были уничтожены в первые минуты боя сразу. Ресурс WarGonza, оказавшийся в числе распространивших эти аудиозаписи, написал о том, что артиллерия не смогла защитить вагнеровцев из-за атаки дронов США. Артиллерия не смогла поддержать уничтоженную колонну вагнеровцев не просто так. Буквально сразу же она была атакована боевыми дронами американцев и выведена из строя. У ребят практически не было шансов. После артобстрела по остаткам колонны прошлись из вертолетов. Средств ПВО даже ручных не было. Немногие выжившие подтверждают, над окопами противника висели американские флаги, сообщили собеседники WarGonza. Бой за нефть. Канал Directorate 4 связывает гибель россиян с ударами 8 февраля, когда авиация стран Запада нанесла удар по частям правительственных войск, атаковавших позиции сирийских демократических сил СДС в районе населенного пункта Хишам. Отмечается, что это произошло в ходе боя за нефтяное месторождение Канека, которое стало целью правительственных войск, поддерживаемых, по всей видимости, российской ЧВК. Несмотря на то, что оно физически контролируется СДС, шейх местного племени пообещал отдать его в пользование правительству Сирии, а скорее всего одному из сирийских бизнесменов лично. Итогом этого договора и стала атака сирийской арабской армии САА, пишет Directorate 4. Все стороны сходятся в том, что в результате удара было убито около ста человек. Среди них как рядовые солдаты, так и высокопоставленные офицеры и бригадный генерал Юсуф Айша Хайдер. Отмечается, что помимо непосредственно военнослужащих САА, в атаке принимали участие иранские бригады Фатимию и представители российской ЧВК. Однако судить о количестве потерь в Directorate 4 не решились. Зачем полезли на американцев? В группе ВК, которая носит название «Проект партизан наемники выживания тактика поход» говорится о том, что информация о разгроме американцами российского подразделения подтвердилась. По данным группы, 7 февраля в район Дейр-Эззора было отправлено в бой 253 гражданина России, в том числе 5-я рота ЧВК «Вагнер», а также некие СПН-МО, артиллеристы и танки. Из них погибло 217, данные обновлены, сообщает группа, добавляя, что эти сведения не будут разглашены по телевизору. Авиация коалиции США безнаказанно уничтожала граждан России почти 4 часа. Сначала долбила артиллерия, потом Lockheed AS-130 «Спектр» и пара вертолетов охотились и добивали тех, кто пытался скрыться, пишут авторы заметки, отмечая, что даже подручных средств ПВО у российской колонны не оказалось. По их словам, большая часть убитых – груда останков, которые невозможно идентифицировать. Очень большой вопрос заключается в том, почему средства ПВО у россиян не появились заранее, хотя бы на этапе подготовки этой злополучной операции. Или кто-то думал, что американцы вдруг испугаются показать свою силу, зная, что формально им за это не смогут предъявить, сокрушается автор материала на сайте enotcorp.org. Тем временем аккаунт ВК под названием CSNFSB-RF объявил свои соболезнования всем родным, близким и знакомым личного состава 5-го штурмового отряда, погибшим в бою 7 февраля 2018 года в районе сирийского Дейр-Эсзора. В результате атаки сил коалиции на колонну отряда погибло энное количество человек, в госпитале находится неопределенное количество трехсотых в состоянии разной степени тяжести, говорится в заявлении. Отряд был атакован артиллерией, вертолетами, которые устраивали карусель, а также артбатареи и спектр. Местами боестолкновение с пехотой противника происходило на близкой дистанции. Артиллерия отряда, а также вся бронетехника сожжена. Сил и средств для противодействия авиации противника попросту не было. Бой шел в течение четырех часов, в результате которого 5-го штурмового отряда как подразделения больше не существует. Те, кто пытался как-то укрыться, становились добычей для вертолетов. Оставшимся в живых удалось пешком выйти назад к позициям дружественных сил. Военный обозреватель Роман Сапоньков прокомментировал ситуацию следующим образом. По ЧВК Вагнера в целом есть подтверждение удара по колонии. Но непонятно, какое количество погибших. Считайте сами. Все погибнуть не могли. В обычном бою соотношение на одного погибшего – три раненых. Если не было стрелкового боя, то есть поле боя не контролировалось противником, то соотношение такое и будет. Если поле боя занял противник, понятно, что раненых он добьет, возьмет в плен. Если верить цифре в сто погибших, то раненых должно быть в два-три раза больше. То есть колонна должна была состоять из минимум трехсот бойцов. Надо понимать, что должны были остаться не пострадавшие, кого не зацепило. То есть уже колонна получается в два батальона. Это как минимум машин десять грузовиков плюс штабные машины, рейс-тигр, пикапы и так далее. Разом накрыть такую машину невозможно. Все равно машины из строя вывалятся, народ из машин повыскакивает и рассредоточится. Конечно, там пустыня и укрыться невозможно, но если не было последовательных налетов авиации с корректировкой с воздуха, читай добивание, то таких потерь быть не могло. Если все же добивание имело место, то это другой вопрос. Пишет он. Специальное пояснение. Число погибших 7 февраля российских наемников не является проверенной и может меняться в ту или иную сторону по мере поступления новых сведений. Однако не вызывает сомнений сам факт гибели бойцов ЧВК «Вагнер» под огнем коалиции во главе с США. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok